Всем привет! Всем привет! Мы выехали. Бодрые. Вставшие в 5 утра, легшие в час. А куда выехали-то еще не рассказали. Да. У нас давно уже видео не было, потому что мы все эти дни усиленно приготовлялись ко дню в русской деревне, которая будет в Ружевском районе. Вот туда и мы и выехали. Загрузились, наконец. Вчера до часу ночи почти доделывали все остальное. Мы и покажем, естественно, что там будет и что вообще мы везем, потому что выглядит все у нас немножко иначе, чем было. Ну, в общем, посмотрим. Не будем ничего говорить. Хорошо. Да. Скажем только про то, как Сашка яйца вез. Мы сейчас, когда загружались, я говорю, Саша, ты яйца убрал, уберешь с потолка, с машины, с крыши? Уберу. В итоге мы поехали с яйцами на крышу. Потом сняли, говорим, Саша не успел газануть. Так что... В общем, едем. Поехали, да. Саша, под пляжным салтом у нас такой вот зонт, да, тематический очень. Ну, какой нашли и успели, потому что мы уже говорили, что начали готовиться к празднику только со среды, праздник в субботу. То есть, получается... Короче, палатки у нас не было, ведь был зонтик. Зонтик тоже мы нашли у друзей. Ну что, все готово уже. Ну да, ты покажи, по вниманию. Час. Покажу, чего тут есть у нас. Иван-чай трех видов. Мы тоже видели. Ну ладно. Трех видов не видели. А, у нас новый иван-чай появился с черникой, листьями и ягодками, да. Мед, мы это видели. Все это старое. Старое. Свежее. И новый дизайн. Да, кстати. Так что, такие лодочки Саша сделал. Ну, потом покажем. Если кому будет интересно, расскажем. Ну что, ты скучаешь, что ли? Почему скучаю? Опять поспореза обманут. Пока еще народу нет. Еще пока 20 минут до начала, еще такого, без 20-10, поэтому... Ну, уже начинают все эти люди приходить. Ну что, я думаю, мы уже застоялись. Поэтому я решил пойти, пройтись по ярмарке. Ну, и вас с собой возьму. Так что, попробуем устроить небольшую экскурсию. Вот он и вход. Здесь мы стоим неподалеку. Если честно, людей пока совсем мало. Поскольку в прошлом году здесь было просто не протолкнуться даже. Ну, наверное, все приедут на инсценировку. Пока что, пока никого нет. Хотя уже почти 12 часов дня. Ну, вот тут ремесленная зона. Как раз здесь мы... Сейчас мы Юлю найдем. Вот и Юля. Привет! Здесь вообще не только ремесленные зоны, но и вот зоны обычных, видимо, предпринимателей. Здесь вот палатки стоят. Те, кто продает, сделаны не своими руками. Там дальше зона едовая, кажется. Я сейчас еще там не был, но сейчас ходим. Посмотрим, что там есть. Ну, палатки такие же, как и везде. Наверное, на любом мероприятии. С закусками, с напитками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приближается время уже военной инсценировки, поэтому людей становится все больше. Видимо, привлекает не столь праздник, сколько инсценировки. Ну, что, сколько сейчас? Третий час уже? Да, уже почти половина. Я что-то подустала. Да. Ну, сейчас начнется инсценировка, поэтому вообще никого возле палаток почти нет. Да. Все уже вон там оккупировали холмы. Все холли, заражали в палатке, а все спины будут смотреть на военные. А мы будем смотреть на спины военных действий. И слушать звуки душераздирающие. Ну, можно что-нибудь поснимать, конечно. Но там, правда, будет плохо видно. Да. Чего войнушку снимать? Да. Здесь, кстати, в прошлом году снимали кучу квадрокоптеров, но что-то я нигде не нашел, чтобы это выложили. Видимо, кто-то просто... Не, я что-то видела. А сейчас не видел их? Не летают? Не, сейчас не видел. Ну, сейчас очень сильный ветер, наверное, не будет. Ну, сидим, высиживаем яйца с перепели. Военные инсталляции задерживаются слегка. Тут уже, мне кажется, кто сел час дня еще на холм, кто-то уже себе там все сидел. Потому что уже два часа прошло, они все сидят там. Ну, ничего не сделаешь ради хорошего обзора. Ты не сделал. Вот ты. Здесь наконец распаривает воздушный шар. Так что все желающие на нем смогут прокатиться. Я желающая. Ты желающая. Он такой огромный. Да, большой. Я вообще думала, что вон он тоже маленький полосатый. Золотый в синюю или синюю? Да, вон он. Но это не он. Ну что? Все. Все. Да, мы сейчас уже время почти пол шестого вечера. Мы покидаем ярмарку. Я немножко вспотел, потому что на ярмарку туда-то можно на машине заехать, а чтобы вывести свое снаряжение, надо ждать 11 часов. А это уж слишком долго, поэтому пришлось все вручную носить. И этот наш супер стол, он довольно нелегкий. Мы вам его потом покажем. В общем что, итогами ярмарки мы довольны. Довольны. Потому что... Не сравнить, конечно, с Оленинской ярмаркой. Здесь народу больше и спрос больше. Чего удалось продать? Это меда 11 баночек пол-литровых. Маринованных яиц 7 баночек. Что еще? Иван-чая, ну не знаю, примерно около 10 пакетиков, да? Примерно так. Да. Ну, в общем... А, за брус весь продали. А, весь за брус, да. 4 банки у нас было или 5. Да, 4. Да, 4 банки за бруса тоже все продали. И еще мы продали 15 перепелиных яиц. И еще 2, которые человек захотел продегустировать, продегустировать прямо на месте. Да, так что получилось 17 перепелиных яиц еще продали, что немаловажно. А еще мы познакомились с подписчиками. Да, очень приятные люди. У них четверо детей. Да, и вообще странно, что так бывает. Да, как-то так. Находятся люди раз и все, буквально не ожидая в таком месте. Наш нашли среди огромного количества людей. В общем, вот и все, наверное, что мы хотим сказать. Ну да, потом покажу подробно, когда уже приедем домой. Когда звезды перестанет заплетаться. Да, и приедем домой. Кажется, Сашка немножко устал. Все. Ярмарка пока еще там в самом разгаре. Но, к сожалению, народ ушел. Много-много человек ушло. Наверное, одна десятая часть от всего, что приходило на инсценировку, ушла. Потому что вернутся еще часть, наверное, на салют, который будет 10 часов. А будет салют? Да, будет фейерверк в 10 часов. Поэтому и до 11 и было, что мероприятие потом... Ага. Ну а мы домой, наконец-то. Поедем. Все, пока-пока. 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 Продолжение следует...